У меня куча вопросов от сообщества относительно смарт-контракта Boomerang Flash Loan Authority, как он работает. Люди не понимают. И я имею в виду, что люди, которые знают, как читать контракт, они понимают, но такие люди, как обычные люди, они не понимают. Они не знают, как правильно понимать этот язык, верно? Это написано на этом языке, верно? Сегодня я объясню им, как работает арбитраж, как смарт-контракт Boomerang выполняет транзакции и как осуществляется арбитраж. Хорошо. Все в порядке. Итак, пока у вас есть лимит мгновенного займа и вы запускаете свой кошелек MetaMask с помощью Boomerang Debt для получения мгновенного займа, вы запрашиваете мгновенный займ. Возьмите кредит, выберите пару и нажмите «Подтвердить». После того, как MetaMask запустит триггер, который вы одобряете, вы подписываете его для оплаты за газ. А также подписываете MetaMask для получения одобрения DAP на исчерпание вашего лимита срочного займа для осуществления арбитража. Ну что же с этого момента происходит следующее? Смарт-контракт принимает вашу команду и исчерпывает лимит вашего срочного займа. И берет деньги взаймы у одного из поставщиков срочных займов, с которым мы сейчас работаем. Значит, деньги – это или собственный капитал, или долевое участие. Давайте я покажу вам, ребята, вот это. Так мы сможем увидеть хэш-транзакции. Ему уже три часа. Я могу купить что-нибудь новенькое. Прямо сейчас мы можем пойти в DAP. Мы можем выбрать хэш-транзакции. В том-то и прелесть бумеранг, что там есть все транзакции. Каждый может видеть в режиме реального времени, что делают другие люди. Ну, вы понимаете, что делают все пользователи. Не так ли? Так что сейчас мы подберем хэш-транзакции, а потом я покажу тебе. Хорошо, перейдем к статистике платформы. О, ты видишь, что люди получают 2-3% прибыли. Это просто безумие какое-то. Да. Так что за 3% мы заключим сделку. Хорошо. Итак, если мы увидим хэш-транзакции 42-секундной давности, то пока я говорю, пока все слушают, 42 секунды назад кто-то совершил прибыльную сделку на 3%. Вот здесь, в этой сделке, в списке транзакций, если вы видите, это хэш одной транзакции, хорошо? Вот такие вот примеры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 9 примеров, которые находятся внутри транзакции, и 9 действий, которые выполняет смарт-контракт. Хорошо. Итак, пока вы занимаете некоторое количество средств у поставщика флэш-займов, и они в основном расходуются на покупку пары на одной бирже и продажу ее на другой, переворачиваете ее, а затем распределяете деньги. Прибыль поступает управляющему фондом, и, извините, мы возвращаемся к распределению капитала обратно поставщику срочных займов. А затем тот же самый контракт распределяет прибыль управляющему фондом, контролеру прибыли, смарт-контракту, который распределяет деньги или прибыль вам, пользователю, который запросил эту транзакцию. Хорошо и так, ясность, которой там не было, и из-за которой я получал вопросы, касалась этих транзакций, последовательности этих транзакций, где это происходит. Я имею в виду, какова математика или какова последовательность этих транзакций. Чтобы понять это, тебе нужно очень просто понять две вещи. Как смарт-контракт бумеранг выполняет твою транзакцию? Хорошо, так что сначала дай ему загрузиться. Ну что же, ладно. Таким образом, он следует по сути маршруту от агрегатора, но проходит через Dexis, чтобы выполнить ту же транзакцию напрямую. Так что же такое маршрут агрегатора и что показывает ваш хэш-транзакции? Итак, я покажу вам, если вы случайно выберете здесь, скажем, Астк и обернете Астк Эфириум. Я возьму, скажем, 400 долларов и выберу Rapid Эфириум. Хорошо, так вот, в этой сделке я зарабатываю 1,01%, что является результатом работы агрегатора. Итак, эти агрегаторы находят для вас маршрут для бумеранг, а затем бумеранг напрямую выполняет эти транзакции через децентрализованные биржи, минуя сами эти агрегаторы. Ты понимаешь, что это значит? Это означает, что существует маршрут этих транзакций, но его может и не быть. Это не просто Астк и Рэп Эфириум. Это не похоже на то, что вы занимаете Астк. Астк используется для покупки Рэп Эфириум, а затем Рэп Эфириум продается, и Астк используется для покупки Рэп Эфириум. Привезли обратно, а прибыль – это разница между ценой. Нет, это пара. Это и есть арбитраж. Это и есть торговля, чистая торговля. Так вот, что происходит на самом деле, я покажу тебе сегодня вечером. Держись. Вот так это выглядит для тебя, но позволь мне рассказать тебе, как это происходит на самом деле. Так что я схожу к агрегатору. Это и есть агрегатор. Это децентрализованный агрегатор, который мы также используем в Апен Асиан. Мы также используем ZRUX, мы используем, как вы можете видеть здесь, мы используем Paraswap, мы используем ZRUX, мы используем Апен Асиан. Иногда мы используем разные агрегаторы. Так что если вы выбираете обмен любой пары, допустим, я выбираю 10000 Matic, Rapp Matic Sastk, это просто даст мне маршруты этих транзакций. И будет очень много децентрализованных бирж, где будут разные расценки. Ты видишь, что здесь то же самое на 0,03, а потом здесь по-другому, а потом здесь по-другому. Таким образом, на разных децентрализованных биржах существует разная ликвидность. Именно здесь мы используем кредитное плечо. Вот как вы зарабатываете деньги с помощью бумеранг. И позвольте мне показать вам, ребята, маршрут, по которому следуют эти агрегаторы. Мы просто понимаем маршрут и выполняем транзакцию непосредственно с децентрализованных бирж, подобных этой. Хорошо, так что в данном случае Rapp Matic разделен. Тот, который вы берете взаймы, делится на 70, а 13 на ASTK и Rapp Ethereum. А затем используются разные DEX, Uniswap, Quickswap, Curve, а затем такой же быстрый свободного. Так вот, в данном случае во всем этом обмене используются три DEX. Ты понимаешь? Все изменилось. Это будет продолжаться в режиме реального времени, потому что это живой рынок. Так что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Это не так. Смотри, это освежит тебя. Цены изменятся. Если ты выберешь это стабильный токен, то ASTK это стабильная монета. Вот почему волатильность значительно ниже. Но если ты выберешь какой-нибудь токен с высокой волатильностью, то увидишь. Вот так вот, смотри, маршрут изменился прямо перед нами. Мы сидим здесь и разговариваем. Маршрут изменился. Сейчас на нем 8020, а затем он использует один, два, три, четыре разных DEX. И, наконец, в пятых, для выполнения транзакций разного уровня используются пять разных DEX. Теперь все снова изменилось. Так вот, как работает Boomerang. Смарт-контракт, который вы видите в Boomerang Flash Loan Authority, обходит маршруты агрегатора, представленные искусственным интеллектом, и затем следует своим собственным путем. Вот почему он приводит меня сюда. Из моих 400 долларов он приносит мне 404 доллара 2780 долларов в долларах США. Вот как это работает. Я знаю, что это звучит волшебно, но это не так. Все в порядке. Вот и все объяснение. Смарт-контракт. 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 Смарт-контракт.